Здравствуйте! Сегодня я хочу представить вам одно уникальное изобретение. Обыкновенная пластиковая канализационная труба. Вернее, не труба, а кусок пластиковой канализационной трубы. Причем гаушной. А что в ней уникального? А уникальное в ней то, что это главный враг кардиолога. С помощью этой пластиковой трубы вы сможете понизить себе высокоартериальное давление. Я сейчас покажу вам, каким это образом. Обыкновенно. Берется труба, ложится она. В таком положении. А вы ложитесь, значит, в таком положении. Ноги нужно поставить на трубу. Чуть повыше щика. Сами ложитесь на возничь. Ладонями вверх. Полностью расслабиться. Но пока меня не видно, моего лица. И смотрите, что дальше происходит. Вы поднимаете ногу. И бросаете ее на трубу. Еще раз поднимаете. И бросаете. И таким образом 25 раз. Причем полностью расслабленная нога падает по трубу. Вы полностью расслаблены. Вы отдыхаете. Глаза можно держать закрытыми. 25 раз сделали. Потом переходите на левую ногу. Проделываете это с левой ногой то же самое. Раз. Два. Три. И так далее. Потом снова на правую. И так получаем по два раза левой и правой ногой. Пять раз. Получается 25 по два на две ноги. Это 50 раз. И умножаем еще на 5. Это будет 250 раз. Вы поднимаете и опускаете ногу. Значит, 250 раз. Вы поднимаете и бросаете ногу на вот такое уникальное изобретение. Что происходит в вашем организме? Нога при падении, при падении начинает толкать кровь. И вы будете чувствовать при падении, как волна крови ударяет вам в голову. И так приятно, хочется даже заснуть. Вы даже не сможете это проделать до конца. Вас одолеет сон. Но ничего страшного. Вы можете уснуть. А утром продолжить это занятие. Но этим занятием не обязательно заниматься только перед сном. Можно заниматься в любое время. Когда вам угодно. Особенно, когда у вас повышается давление. Все дело в том, что ветер... Ветер. Для чего у нас существует на земле ветер? Он колышет деревья. А для чего у деревьев есть ветки и лиси? Когда ветки качаются, лиси качаются от ветра. Они как насос выкачивают воду из-под земли. Влагу. А как вы думаете, влага поступает наверх? Путем насоса. Точно такой же насос вы создаете с помощью вот этих простых упражнений. И вы сделаете эксперимент. Проделайте эксперимент. Измерьте свое артериальное давление до. А потом после. Ну и естественно, надо чуть-чуть посидеть, отдохнуть. А потом уже измерить давление. Вот это и все. И вы сэкономите кучу денег и свое здоровье. На употребление ненужных совершенно медикаментозных препаратов. Которые вам рекомендуют врачи принимать. Причем их ежедневно. И стараться. И вы будете стараться принимать их стабильно и стабильно. А эти дозы будут все увеличиваться и увеличиваться. Но в конечном итоге вы больше не проживете. Вы только себя сделаете зависимым. Не только медикаментом. Но самое главное. Докторам. Не будьте зависимыми. Следите за своим здоровьем сами. Очень просто. Субтитры создавал DimaTorzok